А что касается КВН, я тебе говорю, это калька. Почему? Потому что ты посмотри, как в Квартале шутят про, надо же понимать, что такое Квартал, да, и кто такой Зеленский, и как бы чей это человек, и что он там делает, и зачем он это все делает. Зеленский работает, он возглавляет вот эту вот студию, Квартал 95-й Квартала. Квартал 95-й выходит в эфир на канале 1+,1, 1+,1, принадлежит Ломойскому, к Логойскому бежал из Украины, у него отобрали приватбанк. Он обижен на Порошенко и хочет через Зеленского отомнить Порошенко. Всё, на этом мы закрываем нашу передачу. Вот именно, когда вы смотрите 95-й Квартал, и ты прямо, вот эта абсолютная калька, понимаешь? Борода и нос Коломойского везде прям. То, как они шутят. И даже когда шутят про Коломойского, вот у нас также в КВН шутят про Путина. Когда ты вроде бы шутишь, но после этой шутки, ты всегда, да, да, он такой, да, он сильный политик, да, он всем задницу, эх. Вспомни в этой связи, как, например, Голустян, Парадырова. Кадырова. Кадырова. Абсолютно та же история. Заискивающий, как будто стол. Ну, это же, это же, он даже ездил к нему туда в Грозный, и как бы у него спрашивал про шутки, значит, как при нём можно шутить. Жиленский наверняка ездит за Коломойским, то в Швейцаре, то в Швейцаре. Да, конечно, когда, я говорю, поэтому, когда Путин смотрит на этот КВН и шутки про себя, он такой, да, 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 ребята, пальчиком, да, да. То же самое и здесь. Это не шутки про Коломойского, которые типа шутки, но на самом деле это называется, если по-русски, то это просто вылизывание. Ну, Коломойский, на самом деле, я смотрел ещё в конце прошлого года несколько больших интервью с Игорем Коломойским, я напомню, который не только бизнесмен и миллиардер, по-моему, ещё и бывший губернатор Днепропетровской области, который, кстати, был назначен Порошенко, и Порошенко же, при Порошенко, разумеется, был снят с этой должности. Коломойский опровергает, скажем так, то влияние, которое ты им приписываешь. Ну, конечно. Ты сам Зеленский тоже не говоришь? Да, конечно, я где-то. Нет, ты знаешь, ну, Зеленский, естественно, опровергает, как кандидат к президенту, можно сказать, да, ребят, я выполняю заказ Коломойского, хотя надо отдать ему должное за его откровенность, потому что в одном из недавних интервью местному смешному журналисту Гордону он сказал, что, как он сказал, что мы вообще все здесь артисты, вот этого, значит, жанра, да и вообще все на Украине артисты, мы работаем на, обслуживаем 5-6 семей олигархических. И поэтому он как бы не скрывает, что он работает в холдинге Коломойского, но подчеркивает, что он не выполняет никакой заказ, и Коломойский не вмешивается, что называется, в редакционную политику. Тем не менее, вот такая ситуация. Это вообще интересно, да, было услышать, что вот структура, схема, мне кажется, даже у нас сейчас, ну, не так, на самом деле. Ну, как-то по-другому, да, наверное, тоже как-то плохо, ужасно. Ну, не так.